Нужно ли ребенку заниматься летом? Это извечный вопрос родителей. Одни говорят, обязательно, и даже выдают огромную стопку книг для заданий летом. Другие говорят, ни в коем случае, дайте возможность ребенку спокойно отдохнуть. В реальности же есть научно обоснованный подход и результаты одного очень большого эксперимента. О результатах этого большого эксперимента, а также о том, как правильно заниматься с ребенком летом, если это, конечно, нужно, будем разбираться в этом видео. И досмотрите это видео до конца, в конце там минимальный набор упражнений, которые необходимо делать летом. Сначала пару слов об эксперименте. Он описан в чудесной книге Малкольма Гладуэлла «Гений аутсайдер». Очень всем рекомендую к прочтению, там огромное количество информации о развитии ребенка. Именно такой научно-экспериментальной информации. Кстати, найти эту книгу вы можете у меня в телеграм-канале в описании под этим видео. Итак, в чем смысл эксперимента? Ну, во-первых, эксперимент был лонгитюд. Что это значит? Это значит, он проводился достаточно длительный промежуток времени. И свелся к следующему. Фактически, родители поделились на два больших лагеря. Приверженцы естественного развития и приверженцы совместного развития. Естественное развитие – это подход к обучению, когда родители считают, что ответственность за обучение ребенка полностью на школе. Такие родители не занимались с ребенком летом. Не водили на какие-то дополнительные кружки и секции. И ребенок был полностью предоставлен сам себе. Играл, развлекался. В общем, не вспоминал никаким образом об учебе. Приверженцы совместного развития – это родители, которые записывали ребенка на какие-то дополнительные кружки и секции. Иногда по своей воле, иногда не по своей воле ребенку приходилось их посещать. И также родители организовывали дополнительную учебную нагрузку для таких ребят. И в моменте, именно летом, субъективное ощущение счастья у ребят, которые не занимались летом, уровень счастья был чуть выше, чем у ребят, которым все-таки приходилось что-то делать. Но что заметили экспериментанты? Если в начальных классах во время учебного года не было никакой разницы в способностях ребят с естественным и совместным развитием, то за каждое лето эта разница увеличивалась. То есть, фактически, если в конце учебного года у ребят были примерно одинаковые результаты, то за лето ребята, которые ничего не делали, их уровень к сентябрю очень сильно падал. Ну а уровень ребят, которые дополнительно занимались, то есть родители которых были приверженцами совместного развития, вводили их на какие-то дополнительные кружки и секции, не просто не падал, а даже рос. Далее, в учебном году графики роста, графики развития способностей были примерно одинаковыми. Но нужно учитывать, что ребята, которые дополнительно занимались, уже в сентябре были на более высоком уровне. И с каждым годом эта разница усиливалась и усиливалась. И через несколько лет была огромная пропасть в способностях ребят, которых воспитывали естественным образом, и ребят, которых воспитывали, вводя на какие-то дополнительные кружки и секции, и с которыми дополнительно занимались летом. Более того, эксперимент показал, что ребята, которые дополнительно занимаются, их и уровень дохода в будущем, и уровень здоровья в будущем, и субъективный уровень счастья значительно выше, чем у ребят, которые не занимались. То есть, фактически, мы приходим к следующему выводу. Если мы с ребенком летом дополнительно немного занимаемся, более того, занимаемся не только по школьной программе, но и дополняем его досуг разными развивающими кружками и секциями, где ребенок дополнительно знакомится с другими детьми, где ребенок осваивает какие-то новые навыки. Скорочтение, робототехника, программирование, вокал, ораторское мастерство и другие полезные навыки, его способности только развиваются. Он учится коммуницировать с разными детьми и взрослыми. И в итоге, такие дети получают огромную фору к моменту завершения обучения в школе, который они успешно пользуются в дальнейшей жизни. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, какого подхода вы придерживаетесь? Естественного развития, то есть считаете, что лето чисто для отдыха, или совместного развития, считаете, что нужно с ребеночком дополнительно заниматься? Поделитесь, пожалуйста, комментариями. Ну и вывод из этого эксперимента однозначный. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок достигал больших успехов в жизни, если вы хотите дать ему фору по сравнению с другими ребятами, чтобы он был более счастливым, более успешным, более здоровым, зарабатывал больше денег, то нужно дополнительно с ребенком заниматься. То есть результат эксперимента говорит, что небольшие усилия летом, они создают великолепный плацдарм для легкой, приятной и успешной жизни. Но здесь важно не перегрузить ребенка. Как сделать так, чтобы ребенку было проще и легче учиться в школе? Как выстроить процесс обучения таким образом, чтобы ребенок научился учиться и научился получать удовольствие от процесса обучения? Я рассказываю на своем пятидневном интенсиве для родителей ребят с 1 по 8 класс. По ссылке внизу, в описании под этим видео, есть ссылка на регистрацию на это мероприятие. Записывайтесь, приходите, потратьте 5 вечеров для того, чтобы узнать эту новую полезную информацию. И я думаю, что если вы эти практики внедрите в жизнь вашу и жизнь вашего ребенка, то результаты точно не заставят себя ждать. Что значит не сильно нагружать? Давайте с этим вопросом немножечко подробнее разберемся. Итак, если вы все-таки превратите каникулы ребенка в условный ад, когда вы по несколько часов в день дополнительно нагружаете ребенка, если он видит перед собой задачники типа 5000 заданий по математике или 7000 заданий по русскому языку, в книжных магазинах огромное количество таких задачников, то, естественно, у него полностью пропадет всякая мотивация и желание учиться. Мы должны понимать, что дополнительно нагружать ребенка в летние каникулы можно 1-2, ну максимум 2,5 часа какой-то дополнительной нагрузкой. Остальное время он должен играть, развлекаться, получать удовольствие от своих летних каникул и от взаимодействия с друзьями, каких-то прогулок, путешествий, игр, развлечений. То есть у ребенка должно быть детство, должно быть летом. Ну а теперь обещанное упражнение. Во-первых, очень полезно делать асинхронную гимнастику пальцами. Что такое асинхронная гимнастика? Это какие-то движения, которые каждой рукой делаются асинхронно. Ну то есть одной рукой я делаю одно движение, другой рукой другое. Ну, например, мы перебираем пальчиками. Правой рукой начинаем с большого и указательного, а левой рукой с большого и мизинца. И вот так перебираем пальчиками, потихоньку увеличивая скорость. Далее можно показывать одной рукой какое-то одно движение. Ну, например, вот так. Класс, а здесь зайчика. И нужно вот так успевать менять. Когда научился, можно делать через хлопок. Например, вот. Видите, у меня не очень хорошо получается. За счет того, что это новое для меня упражнение. И, соответственно, мозг обучается. Вот такой процесс обучения очень для мозга полезен. Ну и обязательно ребенку нужно читать. Неважно, что ребенку нравится. В любом случае нужно читать. Минимум по 5-7 минут в день. Также классное упражнение. Если ребенок вообще никак не хочет читать, договариваемся с ним, что он читает по таймеру. То есть таймер ставим на 5 минут. И за это время нужно успеть прочитать максимальное количество текста. Ребенок читает либо вслух, либо про себя, если умеет. Ну и, соответственно, должен коротко эту информацию пересказать. Если любит больше читать, можно больше. Но минимум по 5 минут. И, соответственно, ребенок привыкнет хотя бы небольшую дозу информации получать.